В народе как говорят, первый ребенок это первый внук. Слышали такую поговорку? Почему так говорят? Потому что воспитанием должны заниматься деды и бабки. Бабки и прабабки. Потому что родителям некогда воспитанием заниматься. Им нужно трудиться, кормить всю семью. В ответственность. Ну как вот, если я хозяин, ну на мне все висят. Я в ответ. А еще воспитанием заниматься? У меня времени просто нет. Нет возможности. Да я еще молодой. Какой мой опыт? Что я могу детей научить? Так же? А вот мой дед, отец, дед, прадед. О, у них опыт какой жизненный. Так же? И им уже есть потребность передать этот опыт. Если у меня и потребности такой нет. Потому что у меня другие задачи как хозяина. Так же? То я доверяю своему отцу, деду, прадеду. О, у них опыт колоссальный. Вот пусть они и передают. А моим детям, моим внукам, правнукам свой опыт. Это ж выгодно. По нашей традиции так считалось. Если человек этическо-нравственно не прозрел, то ему запрещается давать детей на воспитание. То есть вот в нашей традиции, например, делали вот дольмены. Слышали про дольмены? То есть если человек на практике не нашел дорогу в иномирье, то есть он не знает, куда он уйдет после смерти, то чему он хорошего может детей научить? Если он сам не знает, кто он такой, зачем живет, то есть в чем смысл жизни. Если он не здравомыслящий человек, если он на практике это не прошел, как ему доверить воспитание детей? Поэтому в каждом роду строился дольмен там. Всех пещер там не хватало, а дольмен в хорошем месте, то есть это где аномальная зона, где пустынька, это как называется, пусть царство небесное. Вот он созрел, там уже мужчина, выросел детей до совершеннолетия, говорит, ну все, хочу теперь дорогу в иномирье, по тропе Трояновой пройти и узнать, куда я после смерти иду. Значит, я как хозяин должен своему отцу обеспечить все это. Говорю, вот, батька, вот давай, мы вот родом собираемся, делаем дольменчик тебе, все, посадили его туда, крышкой закрыли, дырочка остается, и среди только харчи туда таскать там. И все, и вот он сидит, он знает именно методики, то, что сейчас медитативной практикой называется. И он сидит там сколько, день, два, неделю, месяц, год, сколько ему там потребуется. В конце концов он уходит в иномирье. Да вы знаете, современный ученый, человека помещают в невесомость, где жидкая среда, где температура тела, где звука нет, света нет. И каждый человек в медитацию уходит, слышали об этом? Ну, вот примерно то же самое и в дольмене было. Рано или поздно каждый человек выходит. Тем более весь род, о, пошел наш родич, помолимся, поможем его, на полевом уровне поддерживают. Почему это нельзя в семье делать? Нужно объяснять, что необходимо одиночество. Потому что жаре тела человека, ну, полевая его форма, у среднего человека 7,5 метров в радиусе. Это у среднего человека. Если он высокодуховный, то до полутора километров. И если эти поля соединяются с другим человеком, он ближе, чем 15 метров, то у него искажается. Он не может полноценно развиваться. Поэтому одиночество необходимо. Поэтому наши предки находили место благополучное. И хочешь опыт получить? Пожалуйста. Мы обязаны обеспечить тебя таким опытом. И вот для этого культура дольменов была. Уходил он туда, в эту пустыню, и получал такой опыт. То есть это, ну, как бы, необходимое условие. Потому что я заинтересован, чтобы мой отец воспитывал моих внуков именно как высокодуховная личность. Которая уже ни смерти не боится. Которая знает, что вынадили, что его ждет. Короче, ведь так так сказано. Человек после смерти уходит туда, куда он при жизни разведал дорогу. Я хочу, чтобы мой отец эту дорогу разведал. Тогда я за него буду спокойный. Так же? Если он не может обучиться, тогда у нас было странничество. Помните, у нас странники ходили. То есть, если нет учителя рядом, в роду, то они, а, вот там учитель живет. И вот дед с бабкой собрались и пошли обучаться этой науке. Обучились, тогда могут вернуться назад. Если у этого учителя, он говорит, знаешь, вот я в этом начал, но вон там живет еще лучше учитель. Они туда идут. Поэтому, помните, у нас странников воспринимали как божьих людей. В нашей традиции. Пришел странник, ты его напои, накорми, обогрей, пусть он переночух и дальше отпусти. Помните в этой традиции? То есть, это было священно. Вот выгодно нам вот такое странничество. Как вы считаете? Это святая обязанность. Как говорится, гость в дом, бог в дом. Так же у нас считалось. Не бомжей каких-то кормить, которые не хотят трудиться, так же? А хотят паразитировать. А странников. Выгодно это. Выгодно нашей традиции. Так же? Поэтому мы своим старикам должны обеспечить. Вот он, пенсионный пункт. Если у нас такой строй будет, все старики будут обеспечены. Так же? Прошли они по маршруту, собрали опыт всех учителей, обучились всему. Вот тогда они имеют право вернуться в семью. И вот только таким людям можно доверить воспитание своих детей. Вот вы согласны, что только такие люди должны заниматься воспитанием? И вот тогда я знаю, что у моих детей, моих внуков будет достойно воспитания. Я спокойно тружусь на обморах семьи, обеспечиваю всем материальным. А мои деды и прадеды занимаются воспитанием. Спасибо. Спасибо.